всем доброе утро сейчас 6 30 утра гиревой спорт в лицах и наша цель назначения сегодня столица киев главных ролях сегодня александр дедовец михаил гироскевич я очень надеюсь кадр сегодня сможет и успеет попасть олег касатка скоро поезд ждем отправления 44 с чем-то часа и киев 12 часов дня до встречи посмотрим может быть что-то смогу в поезде если не будет немного людей на диктовать на камеру шуфу привет из киева мать городов русских смотрят наблюдают добрался до киева сейчас едем метро льва толстого по моему станция метро так и называется там уже встречаемся с олегом и с остальными персонажами сегодняшнего дня гиревой спорт в лицах до встречи киевский метрополитен один из самых глубоких или самый глубокий не помню я уже едем движемся вышел с метро уперся в тачку интересно парковаться здесь можно или нельзя но машина хороший на тротуаре почему бы не стать это же киев парковок нет но метров 200 нам походу и будет вместо встречи площадь льва толстого улица красноармейская все это уже она так что живут вот-вот-вот вот до встречи гиревой спорт в лицах вместо встречи наши пророк кафе пушкинская 34 итак вот мы встретились в кафе все вместе получилось у всех хорошо мы начнем с первого вопроса александр николаевич вы с гирями познакомились как когда как вы стали тренером с чего все пошло я до армии был человек далекий от спорта я был более пассивный спортсмен чем активный так получилось что в армии дали кое-какие кое-какие навыки физической подготовки а после армии уже просто судьбам я свела замечательным человеком с которым мы по жизни и сейчас идем и он как бы стал моим первым тренером по гирям пригласил поехать на простые соревнования а кто это константин хрестофорович серяков он семикратный чемпион мира среди ветеранов сейчас ему уже 74 года он не выступает и пошли в спортзал пошли в спортзал ну давай там 32 киштада всюду были на областных спорта киадах и я одной рукой там поднял разу пять наверное а левую вообще наверное ни разу не зафиксировал а Хрестофорович говорит поехали там еще хуже приезжают ну я в принципе пусть хуже ездят а я если подготовлюсь так я поеду уже более подготовленным и где-то уже через подводы наверное я где-то вышел на какой-то определенный уровень это какой год был? это не знаю где-то 79-й или 80-й год и я тогда стал чемпионом Житомирской области в тяжелом весе как сейчас запомнил что даже не выполнил третий спортивный разряд то есть такой уровень подготовки спортсменам но потом после третьего захотел второй там первый разряд и пошел поехало так и и остался в этом деревом спорте да да а вот как ученики к вам стали до этого как дошли ну дело в том что там более было так оно я же не был как тренер я был просто спортсмен и возле меня спортсмены начали крутиться и вот уже какая-то такая определенная компания спортивная собралась и то есть я себя не считал на тот момент что я там должен тренировать кого-то или просто я делился своим опытом и приходили спрашивали вы помогали и так же само уже как-то оно за собой повело что уже на областные соревнования уже как бы ко мне уже обращаются вот давай там ребят ну команду собери чтобы съездить на областные соревнования так уже как-то и повело вроде как тренером стал вот помните как вот вы в начале да 79-й год тогда уже был жим толчок без времени и рывок а вот с какого года он вообще появилась это троеборье ну я уже вошел я уже пришел на блюдо это троеборье я еще выступал по этому троеборью и еще выполнял мастера спорта ОРСР по национальным видам спорта именно по троеборью это был 70 уже я выполнял в 83-м году я его выполнял стал мастером спорта по национальным видам спорта да вот и в Беловодске были эти соревнования в принципе если взять по большому счету гири у нас пошли именно так массово конкретно это с Беловодского турнира от Ивана Ивановича Королева да а потом именно в Украине да массовость пошла да и был турнир Жаботинского в Одессе в Одессе да потом его перенесли в Вильчовск этот турнир да да он был как-то назывался знамя коммунизма газета потом и вот этот турнир был тоже такой очень привлекательный и собирал очень много выходит получается в каждом зале тяжелой атлетики был уголок гирь наверное ну я не знаю как в других областях и городах но у нас как такого из зала тяжелой атлетики не было можно сказать что мы наверное от нас уже сейчас и штанга пошла сейчас у нас есть отделение штанги в городе а на тот момент не было таких силовых секций силовых видов спорта все понятно а Михаил когда у вас появился о Михаил это отдельный разор Михаил я как сегодня помню все это дело Михаил появился у нас в зале в октябре 77 года 87 а в сентябре да да ну где-то в конце сентября начало октября 87 года да он ходил в 9 класс 9 класс 9 класс его привел в зал его отца двоюродный брат его двоюродный дядя двоюродный дядя а я с ним знался это и он говорит ну пусть походит там племянник позанимается ну пусть походит а где он живет а он в Чижовке живет а Чижовка это 12 километров еще от Новограда ну пусть приезжает там думаю там раз-два придет надо ездить на автобусе доедет ездить единственный спортсмен мой воспитатель то есть спортсмен який знам это по жизни остался это Миша который ни при каких условиях ни одной тренировки не пропустил то ли это погода то ли непогода то ли там что-то что-то не было он никогда в жизни ни одной тренировки не пропустил был такой случай по пути до города обломался автобус и все и дождь такой осень дождь он не вернулся домой он остановил попутку какую-то грузовую машину на грузовой машине подвезли его до города а через весь город еще пешком что бежал чтобы все хоть размялся как раз и я всегда говорю что Миша в веревом спорте это был это уникум за год пройти с нуля не видя даже в глаза гири за год пройти все гири 16-ки 24-ки 32-ки и ровно через год в Донецке ну год с походом в Донецке на чемпионате Советского Союза выполнил нормативы мастера спорта СССР и 4 балла не добрал до призового места нет до рекордов это таких примеров в веревом спорте на пальцах одной руки можно было посчитать как так получилось в чем в чем такой прогресс все детство строили с отцом дом физический труд присутствовал и пойти погулять с пацанами или на речку или в лес это надо было заработать поэтому сила присутствовала плюс у нас генетически выроскивающие силы сильные руки сильная спина знаю всех предков обо всех ходят легенды что они все были очень сильными дело в том что он не отличался большой физической силой просто у него упорство много ну чуть чуть отличался потому что я пришел на второй день 90 кг штангу присел при собственном весе 58 когда мы приседали со штангой 200 кг только он влез под стойку я хоть постою под этой штангой я ругую не дай бог поведет штанг все остальное а я не снимая со стоек я так чуть чуть попробовал выходит как там мгновенно технику сразу освоили все как бы сразу пришло когда очень большие объемы работы выполнения что техникой нарабатывается самый оптимальный метод обретения идеальной техники выполнения когда организм очень уставший усилия не максимальные физические надо намного по тренеру выполнять и тогда организм сам подыскивает эту оптимальную технику Миша, это ты говоришь как тренер уже в тот момент когда мы поднимали эти гиры про такие термины мы не чувствовали мы знали что надо что-то делать сегодня больше завтра еще больше после завтра какие-то упражнения делаем оказывается мы не в том направлении идем надо вернуться обратно и снова по-новому так же было потому что Христофорович наш Серяков пришел в гире со штанги и приемлемо штангистам он пробовал он не пробовал рекомендовал а оно зачастую не ввязалось оно заважало даже отчасти то потом когда мы на каких-то сборах побывали стиме помолокли стиме то в принципе половина тих упражнений не надо было для гиревки во-вторых нагрузка должна быть чередоваться с отдыхом то есть нагрузиться отдохнуть а организм нельзя на износ то приемлемо степени результаты идут а потом остановился а потом идет спать а он трактовал и тогда не наши пути разошлись а просто взгляды подоткли до соревнований это не так ну вот мы подошли может вопрос перенаправим ну вот зародыши техники тогда от кого они шли я не забуду свои первые такие серьезные соревнования но после Беловодска было первое соревнование это первенство Украины по союзам ведомственным и после соревнований не менее после первого дня соревнований был задан вопрос на собрание а я пошел с Сашей на собрание был задан вопрос как правильно судить толчок и один из судей он же из тренеров не помню уже кто сказал я не знаю как правильно надо толкать смотрите как толкает Усенко это Стародубцев был такой из Москвы кандидат математических наук он даже таблицу там эту там разработал это был Кусенко да он сказал я не знаю как правильно потому что он 70 с лишним лет приезжал там то но не знаю как толкает как Федя вот это будет правильно к сожалению видео нет его выступление может у кого-то в частной коллекции есть как Федя тогда больше фотографии то есть судейство было на грани фантастики получается как от настроения судьи группа ну вот самое первое не что же не первое это второе соревнования были первое было первенство области когда я опоздал на автобус не по своей вине я потом догонял всю команду Новорода Волынского вот а потом второе соревнование это Беловодский турнир и у меня на помосте так сложилась ситуация судил тренер одного из моих конкурентов главных естественно он приехал выигрывать этот турнир ну да может быть и напросился на этот помост судить и он начал меня судить жестко в толчке вот но тем не менее он удавился выиграть у его ученика хотя его ученик шел за мной и в рывке он пытался судить по ревьевке после толков, да? да и в рывке тоже его ученик меня не достал так я выиграл первый союзный турнир в Беловодске и в толчке и в рывке и в толчке и в рывке и в сумме да то сразу тогда я так огорчился что как это так что я же нормально толкаю по технике а вот так он судит и мне тогда вот тренер сказал Миша, хочешь выигрывать должен быть на голову сильнее из соперников иначе иначе засудят иначе найдутся помимо, значит засудят да кстати в Беловодский турнир у нас еще такой друг, коллега, кум Саша Иванишин выступает тоже в Беловодске а там такой был прецедент значит где-то у них гуляло кому-то вроде бы так тоже для кого-то еле 30 килограмм да и вот такой момент когда заканчивает Саша выступление а кто-то значит кричит за уровень или за кулис то есть там гиру 30 килограмм я сразу к судейскому столику так пока не разобрались давайте сюда давайте эту гирю давайте то где ваш акт поверки гири и тому подобное это все должно быть серьезное соревнование пока вот возле стола мы здесь разбирались гири исчезли то гири уже нету все и котлет исчерпан и где-то через год через два значит один тоже спортсмен коллега Саша бери вот эту гирю она там тоже 30 килограмм видать она одна и та самая была кочевал да возьми эту гирю да я говорю зачем мне эта гиря я и так а я тогда в руке 32 в ваш конек да да конек был абсолютно рекордсмен не абсолютно серёжа только все украина да я не пойду я тогда по 90 раз порвал но это еще без времени было ну тоже это был самый высокий а каким темпом без времени рвали не знаю 7-8 не не больше где-то 10-11 в минуту да грубо говоря в 18 минут в работе да да и я подниму сразу и я до сих пор этот случай рассказываю не называя фамилии там конкретных и все остальное просто что если бы я пошел бы на как говорится на сделку на поводу через год через два через пять по пьянке где-то в компании я знаю как он рекорд устанавливал правильно а так я знаю что у меня душа чистая спокойная казусы были какие у вас лучшие были соревновательные рывки на тренировке ну без учета времени и с учетом времени без учета времени когда я вышел я первый вышел на уровень 100 рывков каждой рукой без учета времени но в абсолютной весовой категории да да когда мы готовились на на чемпионат в Донецке в Донецке да и мы тогда с Левчинком жили с Мишей в одной комнате и так я говорю Владимир Васильевич Додорохова заберите это ж выигры конкуренты даже будут психологически не совместиваются вот так для прикола а кто кто был конкурент Левченко Михаил Николай Иванович да и вот прям история значит приезжаю я приехали на дня три позже уже сборы начались да и я выхожу на первую свою тренировку одеваю значит приматываю пинтами руки одеваю презентовые рукавицы и выхожу в зал тренироваться заходит Дорохов Валерий Владимир Васильевич где я там на меня деда там у меня борода была побольше я темный я деда мороза со своими утренками играл и он так дед ты видишь фартук брезент но я так вроде не понял в чем смысл я говорю ну будешь похож на кузнеца вакулу ну пошутили да ты не обижайся просто я говорю да я не обижаюсь потом значит мы когда дней десять там уже потренировались половина сборов я прихожу в зал до Гены Петренко я говорю у Гена у меня сегодня прикидка ты мне посчитай как на соревнованиях руки помыл гирю натер все уже без рукавиц без брезент магнезер да да все как не может быть я вышел так он сел против меня я одной рукой сто раз сделал другой раз сто сделал и поставил гирю и ушел с зала ну а Гена сказал уже до Арахову результат да а на тот момент результат рекорд Советского Союза был по восемьдесят одному разу и держался четыре года да и когда вечером слышу по коридору где дед где дед сказали заходи о дед да правда о все у нас одна золотая медаль есть я говорю Васильевич цеплят по оси не считаю будет будет никуда от этого не денемся но он сказал что говорит когда я буду писать книгу возможно о гиревом спорте я именно вот этот метод тренировки ревка в рукавицах я это обязательно включу не знаю написал я написал но этот метод он остался у меня принципе до сих пор остался пречет я она ж Продолжение следует...